Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры предоставил DimaTorzok Коронавирусом заболели почти 25 тысяч жителей региона. От диагностики до высококвалифицированного лечения и современной реабилитации. Пациенты с онкологическими и неврологическими заболеваниями, а также болезнями опорно-двигательного аппарата, восстановительное лечение смогут получать в регионе. В Димитровграде на полную мощность заработает корпус реабилитации Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России. Первых пациентов Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии принял еще год назад. Тогда здесь начали проводить специализированное лечение злокачественных опухолей головы, печени, предстательной железы и глаза. Сейчас здесь появилось отделение реабилитации. В нашем регионе это уникальный реабилитационный центр будет. Здесь представлены некоторые аппараты, которых нет аналогов в нашей области. Первоклассные тренажеры, физиотерапевтические процедуры и психотерапевтические методики придут на помощь в восстановлении пациентов отделения реабилитации. Двухэтажный комплекс для восстановительного лечения онкологических пациентов, а также людей, страдающих неврологическими заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата, оснастили самым современным оборудованием. Современная физиотерапевтическая водолечебная аппаратура, подводный душ-массаж. Здесь можно выполнять лечебные и психотерапевтические процедуры. На новом оборудовании смогут пройти реабилитацию и пациенты, которые вынуждены заново учиться ходить. Зачастую пациенты, перенесшие операции на головной мозге, на позвоночнике, утрачивают эту функцию и необходимо очень интенсивное восстановление. Высокотехнологичная и реабилитационная медпомощь в первоочередном порядке должна оказываться жителям Ульяновской области. Такую задачу поставил Сергей Морозов на заседании оперативного штаба. Рабочая встреча с руководителями медицинских организаций региона будет организована в ближайшее время. Чтобы все было понимаемо, как каждый подключен соответствующее соглашение с центром, для того, чтобы ни один человек не оказался без великолепной медицинской помощи, которую мы сегодня можем в первоочередном порядке для всех наших Ульяновцев здесь оказываться. Современное отделение реабилитации ежегодно будет принимать около 2500 пациентов. Пройти восстановление после болезни можно уже сегодня. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Накануне вступил в силу приговор по уголовному делу в совершении преступления против мира и безопасности человечества. Еще раз напомню, 4 мая 23-летний Ульяновец разместил в интернете фотографию Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым он публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны. На основании представленных прокуратурой доказательств Вячеслав Круглов признан виновным в совершении преступления, покушении на реабилитацию нацизма и приговорен судом к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Уровень бедности снизится, реальные доходы уверенно пойдут вверх. Стимулировать рост планируют при помощи внедрения гибких форм занятости, а также электронного документа оборота. Помощь наиболее нуждающимся категориям населения окажут адресно на развитие мер социальной поддержки. Отдельный групп граждан предусмотрели около 27 миллиардов рублей. На что еще хватит бюджетных миллионов, разбирался наш корреспондент. Сумму с шестью нулями с года в год выделяют на поддержку жителей региона, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Всего до 2024 года на выручку населению распределят без малого 63 миллиарда рублей. Под категорию малообеспеченных попадают 18% ульяновцев. Для борьбы с бедностью разработана особая региональная межведомственная программа. Помощь оказывают адресно. Это и поиск трудоустройства, это оказание помощи по ведению личного подсобного хозяйства, оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. То есть те направления, которые позволят нам из пассивной фазы материальной поддержки населения все-таки перейти в активную. И все-таки дать людям ту удочку, которая позволит им зарабатывать и в дальнейшем выйти на полную финансовую самостоятельность. В этом году материальную помощь из государственной казны получили более 11 тысяч жителей региона. В следующем только по программам «Социальный контракт» и «Зажиточная семья» финансовая поддержка увеличится в 6 раз. В этом году мы уже отрабатываем вопрос оказания помощи обманутым дольщикам. Это компенсация процентной ставки кредитов, ипотеки. Это и ремонт помещений, и наим. В любом случае мы доходим до каждого. Новый корпус специального интерната возведут в Барышском районе области. Откроется дом детства в 2024 году. Семейным уютом окутают до 240 юных гостей. Новыми рабочими местами обеспечат свыше полутора сотен сотрудников. Вот программа формирования системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов. У нас на 4 года запланировано 50 миллионов, и на 2021 год 15 миллионов 850 миллионов тысяч рублей. Дополнительные средства направят и на обучение молодых специалистов. По статистике всего 10 социальных работников трудоустраиваются по специальности. Распугивают юных помощников с большими сердцами бытовые условия труда. Из-за Свияжского отделения соцзащиты и Ленинского отделения соцзащиты, я думаю, что по Ульяновской области не одно отделение, где просто, мягко говоря, ужасные состояния, а туда ходят тоже тысячи и тысячи людей. Социальные защиты населения Ульяновской области. МФЦ мы привели в порядок, молодцы, но давайте возьмемся и за отделение социальной защиты. Улучшать демографическую ситуацию будут по программе «Семья и дети». На социальное стимулирование рождаемости запланировано свыше 4 миллиардов рублей. Но при всем при этом помочь всем и сразу все-таки не получится. Дефицит социальной копилки составил 100 миллионов рублей. Дмитрий Емельянов, Яна Федорищева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Усыновить ребенка просто. В этом уверены инициаторы Всероссийского общественного проекта «Ванечка». А помочь осуществить свою мечту могут современные технологии. Благодаря проекту, например, новые члены семьи появились и у Данькиных из Кузоватого. Этот видеоролик семья Данькиных из Кузоватого около полугода назад разместила в сети интернет. В небольшом фильме Елена, Алексей и их дети рассказывали о себе. Рассказывали для того, чтобы их семья стала больше. Хотя на тот момент у них уже было четверо родных детей от 4 до 26 лет и бывший воспитанник детского дома Андрей. Первого взяли уже 2 года будет, как взяли мы первого Андрюшку. Как в свою уже привыкли. Потом у меня младшая Ева, она говорит, мам, я хочу девочку, девочку. Ну вот взяли, они такие дружные, прям не разлива, да. 11-летнюю Эвелину взяли не одну. С ее родным младшим братом Артуром. При этом новых членов семьи Елена и Алексей нашли на Урале. Благодаря проекту «Ванечка» воспитанники одного из детдомов смогли увидеть видео с потенциальными родителями. А потом начался диалог. Мы общались по ватсапу, все так прям, ну вообще месяца 2-3 общались. А потом поехали сами в Екатеринбург, взяли их. А вот когда увидела Артур, когда он сказал, а у вас варенье есть? Вот. И у меня все прям, душа открылась. Мама трудится в больнице, папа на местном молочном заводе. Работают и старшие дети. Младшая Ева в детском саду, а Эвелина с Артуром и Андреем учат уроки. Скучно в этом доме не бывает, да и вне дома ребята активны. Та же Эвелина занимается и спортом, и творчеством. А главное, чувствует, у нее есть дом. Мне понравилось то, что там, ну там маленькая дочка Ева и Андрей. Скажи, а вот когда сюда ехали, страшно не было? Нет. Но капельки. Елена говорит, что не разделяет детей на родных и приемных. Все дороги. Признается, что может сделать замечание. Без этого не обойтись в любой семье. Но и ребята понимают, маму и папу надо слушаться. Ну а координаторы проекта «Ванечка» следят за судьбой своих подопечных. И рады, что все складывается хорошо. Проект «Ванечка» направлен на устройство детей, так называемых трудноустраивных категорий. Проект видеоанкеты кандидатов, он направлен именно на подростков. По словам организаторов проекта, обычно при усыновлении необходимо около 10 очных контактов взрослых с детьми. Здесь же процесс несколько упрощается благодаря онлайн-общению. При этом педагоги и соцработники также наблюдают за такими семьями. Ну а свои анкеты для участия в проекте выставили не менее 30 семей. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Весь Ульяновск, из Кузоватого. Зимой он может защитить от холода, а весной от подтоплений и даже паводка. Речь о современном строительном материале, который для своих домов все чаще используют как жители городов, так и сельской местности. Жители этого дома в селе Архангельское страдали от низких температур зимой, а весной фундамент могло подтопить. Потому и возникло желание защитить свое жилище. В магазине стройматериалов посоветовали плиты из пеноплекса – легкого, влагостойкого утеплителя. Сказали очень качественно, но мы взяли на пробу пачку. Взяли пачку, понравилось, дальше уже, еще дальше понравилось. Ну теперь уже только он нравится. Теплый дом, вообще прекрасно все. При этом ремонт фасада еще не завершен, а перемены Елена с мужем уже заметили. Пеноплекс удобен в использовании и практичен, рассказывает специалист по теплоизоляционным материалам. Дому не будут страшны ни мороз, ни возможный паводок. До водоема не более километра. Влага непроницаемой и пара непроницаемой. То есть в этом плане можно не переживать, что проникнет в дом какая-то влага, что образуется какой-то грибок. То есть если соблюдать всю технологию и правильно сделать монтаж продукции, то абсолютно никаких проблем не должно быть. Продукция является долговечной в том плане, что срок ее годности составляет свыше 50 лет. Все эти свойства позволяют работать с данным утеплителем в любую погоду, как в дождь, так и снег, как сейчас. Материал можно назвать экологичным. Содержащийся в его основе полистирол применяют и для упаковки пищевых продуктов. Те, кто хочет защитить свое жилище, могут выбрать плиты различной толщины от 20 до 100 миллиметров. Ирина Шмыгова, Игорь Кранцев, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Композиции в исполнении студентов Димитровградского музыкального колледжа зазвучали по-новому. В образовательное учреждение завезли новые музыкальные инструменты. Игра на старых удовольствия доставляла немного, ведь их механика уже изношена. Теперь же в распоряжении студентов комплект новых духовых инструментов, ударные, баян и сразу два рояля. Сейчас инструменты новые позволяют студентам реализовывать все эти исполнительские задачи, которые ставят перед ними образовательный процесс, на которых они могут достигать более высоких результатов. Потому что это звук, это воплощение замысла, это реализация замысла композитора на музыкальном инструменте. Уже скоро пройдет всероссийский конкурс «Играем вместе». Подготовку к музыкальному состязанию Димитровградские студенты ведут на новых инструментах. Это позволяет по-другому играть, слышать мелодию и лучше передавать замысел автора. Закуплены инструменты в рамках реализации нацпроекта «Культура». Их стоимость составила около 8 миллионов рублей. Средства выделены как из федерального, так и из регионального бюджетов. Детское питание теперь будет приобретаться по специальной социальной карте. Проект начинает действовать с 1 декабря. Как ее оформить сегодня в программе «Тема дня» расскажет министр семейной, демографической политики и социального благополучия Наталья Ицаева. Смотрите актуальное интервью сразу после прогноза погоды. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Дали информацию о погоде. Всего доброго. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok